Личность Геннадия Трошева стала легендарной и в гражданской и в военной среде. Незаурядный, честный, сильный, упорный и в то же время очень гибкий боевой генерал, сделавший служение и защиту отечества своим призванием, пользовался уважением как среди соратников, так и среди тех, кому противостоял. Сегодня расскажем именно о нем. Приветствую, на связи Нью Солдат. Давайте начнем. Позиция генерала Трошева была предельно ясна. Любая остановка войны – это полумера и преступления. Только полностью уничтожив и рассеяв банды, мы сможем жить и работать спокойно. При этом особенностью его стратегии было стремление свести потери к минимуму путем грамотных переговоров. В предисловии одной из своих книг он признался, что не смог выполнить завет отца, боевого летчика, завершившего Великую Отечественную в Берлине, попавшего в 43 года под знаменитая хрущевское сокращение и однажды в сердцах сказавшего сыну, чтоб ноги твоей не было в армии. Сначала будущий герой России действительно поступил в институт на архитектора, а потом… Потом внезапно все меняется. Отец неожиданно заболевает и умирает. Тогда перед юношей встает задача обеспечивать семью. Геннадий Трошев устраивается работать на завод по производству мебели, а потом Гена Казака берут свое, и в 1966 году он поступает в Высшее Казанское командное танковое училище, а спустя три года заканчивает его с отличием. Годы службы в биографии Геннадия Трошева – это череда направленных усилий, упорного труда и стойкости в своих убеждениях. Пройдет время, и он будет искренне верить в то, что отец гордился бы им и поддержал его жизненный выбор, потому как любил армию, и это мужское чувство передалось его сыну. В 1969 году он окончил училище, затем военную академию бронетанковых войск и военную академию генерального штаба, после чего служил на различных должностях в танковых войсках, был командиром 10-й Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии. Жуков 21 века, как многие называли генерала Трошева, прошел непростой путь. И центральное место на этом пути, конечно, принадлежит Чечне, которая на многих наложила свой неизгладимый отпечаток. А вы служили в то время в Чечне? Как она изменила вас? Оставляйте свои комментарии под видео. В одном из своих интервью на вопрос корреспондента, каково ему, уроженцу Чечни, воевать в родных краях, тяжело вздохнув, Трошев ответил, конечно, обидно. Конечно, тяжело воевать на своей земле, российской земле, тем более там, где родился и вырос. Возможно, именно поэтому он был особым офицером. В январе 1995 года, когда в соответствии с приказом Минобороны в район Грозного началась переброска армейских подразделений из большинства российских военных округов, Трошева назначили командующим группировкой войск Министерства обороны Чеченской Республики. На протяжении следующих трех лет, до 1997 года включительно, Геннадий Николаевич командовал 58-й армией, а с 29 июля 1997 года стал заместителем командующего Северокавказским военным округом. С началом боевых действий в Дагестане в августе 1999-го Трошеву поручили командование операции по очистке Кадарской зоны от боевиков. Именно он разработал и осуществил операцию по блокированию и уничтожению бандформирований в селах Карамахи и Чабанмахи и освобождению Новолагского района Дагестана. В октябре 1999 года Трошев получил новое назначение в качестве заместителя командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, а в декабре того же года стал первым заместителем командующего объединенной группировкой. К декабрю 1999 года федеральные силы контролировали всю равнинную часть территории Чеченской Республики. Боевики сосредоточились в горах, около 3000 человек, и осели в Грозном. Для борьбы с боевиками была создана специальная группировка войск. 26 декабря 1999 года она приступила к выполнению своей задачи. При штурме Грозного пришлось прорывать три кольца обороны, но 6 февраля 2000 года город был взят под контроль федеральных сил. Для борьбы в горных районах Чечни, кроме восточной и западной группировок, действовавших в горах, была создана новая группировка «Центр». 25-27 февраля 2000 года подразделения Запада блокировали Харсиной, а группировка «Восток» закрыла боевиков в районе Улускерд, Дачу Борзой и Рышмарды. 29 февраля федеральные силы заняли Шатой. В этот же день командующий ОГВ Геннадий Трошев заявил, что со взятием Шатоя контртеррористическая операция в Чечне завершена. Еще 2-3 недели будет проводиться операция по уничтожению мелких групп боевиков. Тогда же ему было присвоено звание Героя России. Быть может, вы были свидетелем тех событий? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях под видео. 7 января 2000 года Геннадий Трошев был назначен заместителем командующего ОГФС. В феврале ему призвоили звание генерал-полковника. Спустя 2 месяца, 21 апреля, Трошева назначили командующим объединенной группировки федеральных войск на Северном Кавказе. В конце мая 2000 года генерал-полковник возглавил командование войсками Северокавказского военного округа. В чем же особенность стратегии Геннадия Николаевича Трошева? В дипломатии. Стремление свести потери к минимуму путем грамотных переговоров. Благодаря этому горная часть Чечни оказалась под контролем федеральных сил без прямых военных столкновений, что, впрочем, не снизило накала борьбы. Вылазки продолжались. Но в моральном плане продвижение войск сыграло большую роль в поражении боевиков. Сопротивление неумолимо спадало по одной причине. Войска расположились гарнизонами практически в каждом значимом населенном пункте Чечни, сняв тем самым вопрос об актуальности ичкирийской власти. Непримиримым пришлось уйти в подполье, сжаться по подвалам и пещерам. Именно Трошев еще осенью 1999 года вступил в диалог с Ахмадом Кадыровым, чеченским муфтием, который был разжалован Масхадовым за призыв опомниться и предотвратить войну. По сути, именно Трошев назначил семейство Кадыровых правителями Чечни. Генерал сумел найти с им общий язык, несмотря на то, что Кадыров в свое время объявлял джихад российским военным. Странный на первый взгляд симбиоз духовного лидера Ичкерии и российского генерала дал реальный результат. Без боя был взят второй по величине и значимости город Чечни – Гудермес – крупный железнодорожный узел на Северном Кавказе. Это позволило оперативно развертывать силы в ходе контртеррористической операции. Более того, Геннадий Трошев, благодаря связи с Ахмадом Кадыровым, добился, казалось бы, почти невозможного. Сделал так, что один из самых боеспособных отрядов чеченских боевиков под командованием самого молодого в истории Ичкерии бригадного генерала Сулима Ямадаева покинул город и без боя ушел в горы. Братья Ямадаева были опорой Кадырова. Ему же единственному и подчинялись. Они первые перешли на сторону федеральных сил. Так родились так называемые чеченские спецподразделения Минобороны России. В январе 2000 года генерал прилетел на вертолете в аул Беной, расположенный в Беденском районе, о плоти мятежников. Здесь Трошев вручил российский флаг одному из Ямадаевых, Джабраилу, и приказал создать роту спецназа. В формирование влились боевики Сулима Ямадаева, сделавшего войну своим смыслом жизни. Ямадаевцы стали громить ваххабитов по всей горной Чечне. Начал действовать батальон «Восток», бойцы которого подстрелили в горах Чечни офицера саудовской разведки Абу Аль-Валида. Отбили его тело у боевиков и вывезли его в Ростов. Кстати, «Восток» успешно выступал во время конфликта с Грузией. Так что часть заслуг в операции по принуждению Грузию к миру принадлежит и генералу Трошеву, в свое время поддержавшему и направившему в правильное русло чеченский спецназ. Итогом всех этих действий Трошева стало несколько вендет, объявленных генералу очень влиятельными чеченскими тейпами. Тем более, что несмотря на мягкость военной тактики, он был убежденным сторонником доведения войны до самого конца, без всяких компромиссов. Свою позицию определял ясно и точно. Любая остановка войны – это полумера и преступления. Только полностью уничтожив и рассеяв банды, мы сможем жить и работать спокойно. Мы – это и чеченцы, и дагестанцы, и русские, все. И я не могу сказать, что сегодня эта история не повторится. Вновь мы услышим, что надо садиться за стол переговоров. С кем садиться? С палачами? Садистами? Которые наслаждаются зверскими убийствами и снимают их для истории. С всенародно избранным Масхадовым? Тем всенародным, который за три года своего правления доказал свое полное бессилие и бесправие. О чем с ним договариваться? Он за эти годы не смог прекратить похищение людей, не разоружил банды, даже вторжение в Дагестан не только не смог остановить, но и даже осудить не решился. С кем договариваться? Просто ради переговоров, чтобы Европа спокойна была. По мне, так оградить боевиков колючей проволокой и минными полями. Эта позиция Трошева не всегда совпадала с политической линией, и 18 декабря 2002 года он был отправлен в отставку с поста главнокомандующего СКВО за публичное обсуждение принимаемых руководством Вооруженных сил страны решений, а именно отказ возглавить Сибирский военный округ. С этого момента начинается новая страница в биографии военного офицера. В феврале 2003 года Трошев стал советником президента России по вопросам казачества. Он мечтал объединить казачество, прекратить формальное деление на общественных и реестровых казаков. Эта мысль неоднократно звучала в его выступлениях. Ведь нам, казакам, делить нечего. Казаки были, есть и будут оплотом государства своего, опорой главы государства. Раньше был царь, сегодня президент. Сегодня казачество возрождается с единой целью – возрождаясь самим, возродить матушку Россию. Отрадно, что эти обращения Геннадия Николаевича наконец-то были услышаны. Уже на первом большом круге казаков России в Ставрополе и на Всемирном конгрессе казаков в Новочеркасске несколько десятков общественных организаций заявили, что вступают в реестр. Столь же настойчиво генерал-полковник Трошев, поддержанный Советом войсковых и окружных атаманов, всеми войсковыми казачьими обществами настаивал на принятии нового федерального закона о государственной службе российского казачества, которая растянулась на десятилетия. Герой России справедливо считал, что только его принятие выбьет почву из-под ног тех чинуш, которые не хотят или боятся возрождения казачества. И Трошев добился поставленной цели. Закон в нужной редакции с должной правовой основой был принят в конце 2005 года. Как внук и правнук терских казаков и как военнослужащий российской армии, которому пришлось повоевать на Кавказе, он не мог оставить без внимания и вопрос о будущем для казачьих родов на исконно казачьих землях, находящихся сегодня в административно-территориальных границах Чечни. «Я думаю так», – рассуждал Геннадий Николаевич. «Казаки должны возвращаться на эти земли и жить, как раньше. Шелковской, Наурский, Надтеречные районы и многие другие внутри республики на равнинной или предгорной местности. Сегодня кадыров, который избран президентом Чечни, народ чеченский, должны понять – всегда они жили с казаками хорошо, всегда культуру и все доброе несли казаки. Сами же чеченцы, оставшись один на один с трудностями без казаков, без русскоязычного населения, просто не вытянут то, что сегодня там нужно возрождать. Трудно сказать, был ли удовлетворен боевой генерал, называвший себя окопным, новой ролью политика. Однако в его лице граждане России открыли для себя новый тип русского генерала, умеющего не только успешно воевать, но и говорить, ясно и понятно для всего мира излагать суть происходящих событий, чем не могли похвастать многие наши политики. Параллельно с основной деятельностью легендарного генерала вышли в свет его книги «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» в 2001 году и чеченский рецидив «Записки командующего» в 2003. Что стало причиной их появления? Ответ в словах автора. «Чеченская война сделала широко известными и в нашей стране, и за рубежом многих политиков, военачальников и даже бандитов. Большинство из них я знал и знаю лично. Мне известно, кто есть кто, что кроется за словами и поступками каждого фигуранта. Допускаю, что мои оценки слишком личностные, но даже в этом случае считаю, что могу публично выразить свое отношение ко многим прославленным персонажам чеченских войн. Даже обязан сделать это, хотя бы ради полноты картины. Рассказать о войне на Северном Кавказе побудило меня и желание предостеречь всех от повторения допущенных в 90-х годах серьезных ошибок и политических, и военных. Мы должны усвоить горькие уроки Чечни. А это невозможно без трезвого, спокойного и глубокого анализа всех событий, произошедших в этой республике за последние 10 лет. Надеюсь, что мои воспоминания будут этому способствовать». В своей книге «Чеченский рецидив. Записки командующего» Геннадий Трошев писал, «Ценой своей жизни чеченцам и русским приходится платить за восстановление мира. Как заплатили за него Джабраил Ямадаев, Мусак Зимагомадов, десятки других мужественных чеченцев, которые плечом к плечу с воинами российских силовых структур защищали и восстанавливали мир и спокойствие на этой земле. Свою плату за мир на Кавказе и в России внес и Геннадий Трошев». 14 сентября 2008 года советник президента РФ, генерал-полковник Геннадий Трошев погиб в авиакатастрофе в Перми. Вопрос о причинах катастрофы остается открыта. Увековечение памяти. Улица Краснознаменная в Грозном переименована в улицу имени Геннадия Трошева. Именем Трошева назван 1-й дагестанский кадетский корпус. В Смоленске новая улица названа именем Трошева. На Кубани именем генерала Трошева назвали Кропоткинский казачий кадетский корпус. В Волгоградской области именем Трошева названа Самолшинская кадетская школа-интернат. 14 марта на Кубани учрежден фонд памяти Трошева – некоммерческий фонд содействия развитию спорта и культуры, дружбы народов Северного Кавказа имени героя России генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева. В фонд вошли ветераны боевых действий, артисты, политики, которые поддерживают уставные цели и задачи фонда. Надежда Михайловна Трошева, мать Геннадия Николаевича, является председателем фонда. И так далее. О Трошеве помнят во многих городах России. Есть ли и в вашем городе память о нем? Оставляйте свои комментарии под видео. Награды. Герой Российской Федерации, 1999 год. За антитеррористическую операцию в Дагестане и Чечне. Орден за заслуги перед Отечеством 4 степени. 23 июня 2008 года. За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю государственную службу. Орден за военные заслуги. 1995 год. Орден дружбы народов. 1994 год. Орден за службу Родине в вооруженных силах СССР 3 степени. 1990 год. Орден Леона. Абхазия. Орден имени Ахмата Кадырова. Чечня. 2007 год. Почетный гражданин городов Прохладного и Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, Махачкалы Республики Дагестан и Шали Чеченской Республики. На этом все. Сегодня без лишних слов. Вечная память. Спасибо за все, Геннадий Николаевич Трошев. Редактор субтитров А.Семкин